Здравствуйте! Вот Клод Моне, художник такой, француз, он открыл британцам красоту их туманов. Я вот намерен на аватарочку этого видео положить один малоизвестный в нашей стране. Вот его пейзаж, значит, Темза, туман на Темзы, что-то там сквозь туман просвечивает, Биг Бен, по-моему, вот это вот открыл. Лондонцы не понимали, что туман – это не просто напасть, это ещё и красота определённая, да, определённая красота, вот как вот через туман это всё наблюдается, это здорово на самом деле. Но вот говорят, что он, француз, открыл англичанам красоту лондонских туманов. Вот. А я вот ещё про что хочу сказать. Мы ведь тоже живём нашей жизнью, и мы не всё, как сказать, выставляем на показ. Не всё показываем. У нас тоже многие вещи в тумане находятся. Вот мне один мой иностранный зритель, Пауле его зовут, не помню фамилию, он тоже, кстати, указал, он написал мне письмо, очень длинное письмо, просил его не воспроизводить, я его не воспроизвожу, но он расспрашивал меня так, а вот что вот вы, вот вы учёный человек, но, видимо, вы должны хорошо зарабатывать, видимо, у вас должны быть хорошие пенсии, а что же вы попрошаете? Я, говорит, много знаю блогеров, которые рассказывают на научную тематику, все они в конце просят их лайкнуть и репостнуть, и ещё чего-то сделать, подписаться на их блог. А вы, говорит, нету просите, вы денег просите. А ведь у вас там есть ещё реклама, да? Ну, я не знаю, Клод Мане, вот он понимал, что для жителей Лондона туман – это помеха, что вот мешает, так сказать, разглядеть, что там плывёт по Темзе, ведь были на Темзе катастрофические столкновения судов с огромным количеством жертв, как раз из-за тумана в том числе, да? Тогда ведь не было радиолокаторов, тогда вот не услышал звон колкола или гудок, и бац, из тумана вырастает нос, ба-бах, угольщик распорол там какое-нибудь прогулочное судно, гибнут люди, были такие случаи. Вот, и вот он не понимал, что такие вещи бывают, там это плохо. Ему казалось просто вот интересно, здорово так вот. И вот этот вот туман у нас в нашей стране, вот на такие вот вопросы, такой туман, он как раз использовал термин, что как-то всё это туманно очень, да? Чё это вот так вот? Должны много денег получать за рекламу. Ну, за рекламу много денег не получше, это вот так. Это сразу просто точно объясняется, тут любой количественный анализ, вот он поможет, да? Количественный анализ заключается в следующем, что, значит, у нас что-то просмотр… Сейчас скажу, тысяча просмотров рекламы даёт там немножко меньше трёх долларов, да? Тысяча просмотров рекламы, немножко меньше трёх долларов. Вот, ну вот на наши деньги, значит, это примерно меньше трёх долларов, но это меньше где-то, грани, двухсот рублей. Это тысяча три доллара, да? Ну да, это тысяча просмотров рекламы. Тысяча просмотров, это если её вот действительно посмотрели, они просто вот убрали её, бац, 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 бац. Есть всякие способы смотреть без них. Вот, Ютуб сообщает, что половина моих зрителей смотрит меня задаром, да? То есть она без рекламы меня смотрит. О, задаром для Ютуба, Ютубу это ничего не приносит. Кстати, если ему нечем со мной делиться, ну вот посчитали, сколько у меня там просмотров. Хорошо, если видео там набирает десять тысяч просмотров, да? А десять тысяч просмотров это вот разделите, пожалуйста, пополам. Восемь тысяч, пять тысяч, да? Пять тысяч ещё где-то на три тысячи. Ну, шесть долларов, ну, четыреста рублей, да? Ну, это самые выгодные видео набирают. То есть это на самом деле очень мало, поэтому я всегда обращаюсь за поддержкой к вам. Вот, вот такая туманная вещь. А ещё меня напомнило, вот обращение Пауля, и он почему-то просит меня ответить ему именно там, именно через мейл, да? Вот я ему ответил через ВКонтакте, ну вот через мейл мне ответить. Я вспомнил такую историю. Это было дело где-то в конце 70-х годов. Помните, мы с мамой моей были в музее Москвы. Вот такой был музей Москвы. Он сейчас переехал, сейчас он в провианских складах, и он стал менее формальным. А тогда это был такой формальный музей Москвы, и вот там, значит, очередной зал. Это зал где-то, значит, начало, конец 19 века. Красивая такая картина. Москва ночная, иллюминированная. Это, по-моему, значит, по случаю коронации Николая II. Да, вот сюжет такой. Ну, тут люди, небольшая комната такая, в таком здании через дорогу от Политехнического музея было, да? Заодно в Политехническом музее мама моя порадовалась на счётные машины, на которых она когда-то считала. Она бухгалтер. Вот. И, значит, там, значит, картина. На этой картине, естественно, изображён храм Шриста Спасителя, как такая одна из доминант московских. Так, как куда-то сверху так снято, так это не знаю откуда. С птичьего полёта, может, с воздушным шаром. Ну, такая картинка, пейзажная такая. И, соответственно, там один человек был. Видно, что иностранец, скорее, говорит по-русски. И он говорит, а вот это что за здание? На храм Христа Спасителя показывает. А, в принципе, храм Христа Спасителя – это одна из, так сказать, ран сердечных. Их вообще для всех, да, и в том числе и для меня, наверное, да. Вот это то, что красивый храм, который стоял в центре Москвы, он советской безбожной властью был разрушен, взорван, уничтожен. Это вообще было одно из преступлений против архитектуры, скажем так. Они, конечно, и дальше продолжаются, и сейчас там взрывают, уничтожают, сносят здания, которые могли бы ещё украшать Москву исторически. А уж это было совсем нехорошо. Ну и вот, значит, ему надо поговорить было, рассказать, чтобы вот так вот… Ну, журналист, наверное, какой-то, что, мол, возмущённые москвичи, вот что ему рассказали про это дело, что ему сказала одна старушка где-нибудь там. Ну, вот такое вот дело. Ну, там мы понимали всё это дело, и, понимаете, есть такое понятие – всяк кулик своё болото хвалит. Вот мы не сторонники советской власти, скажем так, но ругать свои болота, ну, что вот человек, мол, с научными степенями должен в интернете попрошайничать. Я даже в этом нахожу некую прелесть. Я ведь, вот мой Пауль подтвердил, я первый, да, первый интернет-попрошайка. Понимаете? Первый. С меня надо брать пример. Я думаю, что в будущем все наши учёные будут в интернете просить милости. В этом и цель будет образование. Не просто вот научился, вот спрашивают, ну, зачем учиться, зачем учиться, да? Вот я буду это знать, а мне вот на работе это не нужно. Или вот студенты спрашивают, я бы программу писать. А зачем мне нужна высшая математика? Я умею писать коды, да? Понимаете, коды. Милый, ты будешь всё знать. И чем этот писать код, ты пойдёшь попрошайничать в интернет? Работать за подло в любом случае, да? Понимаете? Вспомни христианские ценности. Что можно делать нормальным образом, не нарушая, так сказать, заветов? Можно быть врачом, учителем, кстати говоря. Ну, и попрошайкой никто не запрещает быть. Священником можно быть. Ну, вот попрошайка – одна из таких благословляемых видов деятельности. Так что вот поэтому-то и да. Так что за попрошайничеством будущее, пока поддержите меня. Первого попрошайку нашего интернета. Первого интернет-нищего. Кстати, интернет-нищество – это высокотехнологичная проблема. Она будет поднимать нашу экономику. Для этого нужны компьютеры, видеокамеры, осветительные приборы, видеохостинг. Вот смотрите, осветительный прибор. Совсем другая видимость. Я не знаю, лучше, хуже. Скажите, как мне лучше просить – с лампой или в естественном цвете? Подумайте, скажите. Вот это всё ведь в плюс огромный. Вот внизу у меня для этого того, чтобы вы могли меня поддержать финансово, есть PayPal, Яндекс.Деньги, Kiwi-кошелёк, кошелёк ВКонтакте, Donation Alerts, кстати, PayPal и Donation Alerts можно, по-моему, и за границей использовать. Есть ещё у меня, что там есть? Есть номер счёта Сбербанка со всеми реквизитами и Сбербанковская карточка, номер её. Так что жду от вас поддержки, жду ответа, как соловей лето. Ну, всех благ вам, до свидания, пока. Субтитры сделал DimaTorzok